В эфире еженедельное информационное обозрение «Седмица» в студии Марины Селенковой. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашей программе. Тень памяти Владимира Высоцкого. В Одессе в день рождения легендарного исполнителя, поэта, актера театра и кино состоялся поэтический вечер. О боге и православии, о людях и их судьбах. В Севастопольской арт-галерее крымское издательство «Родное слово» презентовало новую книгу. Древнейший фрагмент Евангелия обнаружили в маске египетской мумии. Минувшее воскресенье 25 января в Одессе вспоминали Владимира Высоцкого. В этот день легендарному исполнителю авторской песни, поэту, актеру театра и кино исполнилось бы 77 лет. Одесситы его считают своим. Город у самого Синего моря Высоцкий любил и посещал сотни раз. Писал здесь множество песен и стихов, снимался на Одесской киностудии. Именно в южной столице открылся его огромный талант актера кино. Один из памятных вечеров через Владимира Высоцкого в Одессе посетила Наталья Марчук. Памятные вечера в день рождения Владимира Высоцкого в Одессе стали уже многолетней доброй традицией. В этом году поклонники его таланта собрались в уютном небольшом кафе Дома Перуцких, чтобы в непринужденной дружеской атмосфере вспомнить великого поэта, барда, актера, насладиться его творчеством. Также прошла викторина, в ходе которой участники смогли проявить свои знания биографии Высоцкого. В качестве приза для наиболее осведомленных стали диски с записью фильмов с его участием. Сегодня здесь будут происходить, выступают одесские барды, одесские поэты. Показаны различные фрагменты фильмов с участием Владимира Высоцкого, фрагменты документальных фильмов о Владимире Высоцком. Воспоминания будут делиться люди, одесситы, которые его знали. Вадим Васильевич Костроменко – режиссер многих известных советских кинолент. Рассказал о том, как именно в южной столице открыли актерский талант Высоцкого. Живет он в Москве, служит в театре на Таганке, а на Мосфильм ему дорога закрыта. Потому что он же песни пишет, которые никто не редактирует, не контролирует, не проверяет. А они бесконтрольно расползаются по стране по домашним магнитофонам. Магнитофонам – непорядок по тем временам. Ну а мы далеко от Одессы. И когда молодой режиссер Станислав Говорухин закончил в ГИК, приехал сюда и делает свою первую картину «Вертикаль», он берет главную роль Высоцкого. Сразу после съемок «Вертикаль» его приглашает на главную роль кинорежиссер Кира Муратова, которая снимает в Одессе свой первый фильм «Короткие встречи». Затем были «Опасные гастроли» – фильм Юнгольф Хелькевича. И снова главная роль у Станислава Говорухина в фильме «Белый взрыв» и легендарном сериале «Место встречи изменить нельзя», принесшим Владимиру Высоцкому головокружительный успех. Ведь это фильмы были для экрана, не для телевидения, а для кинотеатров. И стало понятным, что на Володю народ валит. И, конечно, после этого все киностудии распахнули ему свои объятия. Фильм «Место встречи изменить нельзя» – последняя работа Высоцкого в Одессе. В ходе съемок актер проявил еще один талант. Об этой истории мало кто знает. Когда снималась картина «Место встречи изменить нельзя», в это время из Москвы Говорухину позвонили и сказали, что мы тут формируем группу режиссеров для поездки на Берлинский фестиваль 10 дней, а потом дней на пяток проскочим еще Париж посмотреть. Если хочешь, можем тебя включить. От такого предложения отказаться было невозможно. Впрочем, как и остановить съемки на целых 15 дней. И тогда он обращается к Высоцкому и говорит, «Володя, слушай, сыграй-то у меня в картине еще одну роль». Роль режиссера Говорухина. Володя соглашается, Говорухин уезжает, а Володя снимает несколько сцен. Одна из них просто великолепная – это «В малине», когда туда приходит Шарапов. А Говорухин уезжает, сказал, «Главное, чтобы не останавливаться. Если что, я приеду, переснимем». Ничего переснимать не пришлось. Всем стало понятно, Высоцкий может быть и кинорежиссером. Поэтому, когда появился проект фильма «Зеленый фургон», дирекция Одесской киностудии в качестве режиссера выбрала именно Высоцкого. Он успел провести подготовительный период к съемкам, написал к нему три песни. На дальнейшую работу жизни не хватило. Фильм потом был снят другим режиссером. Хороший фильм, успешный. Но если бы его снимал Высоцкий, наверное, он был совсем другой. Несмотря на жесткие ограничения, существовавшие при жизни Высоцкого и уже значительный срок, прошедший после его смерти, его популярность была и остается феноменальной. Хриплый вокал Высоцкого – настоящий бренд. Его игра реалистична, как сама жизнь. И обусловлено это не только человеческим обаянием и масштабностью личности, поэтическим даром и уникальностью исполнительского мастерства, но еще одним очень глубоким чувством. А самое важное и самое главное у него – это большая любовь к людям. Хотя он был ироничен в своих песнях, иногда даже просто остро сатиричен. Но совсем за этим у него стояла боль за наших людей, боль за наш народ, боль за нашу страну. Возможно, именно эти качества души актера – умение любить и сопереживать. И делали фильмы с его участием добрыми и порядочными. Они воспитывали душу и пробуждали слость. От его песен хотелось жить. Мы всегда понимали, что искусство должно добавлять человеку силы, а не разрушать его психику, не зацикливать его на всякой чернухе. И поэтому наши фильмы были, может быть, в чем-то иногда и наивные. Но они были очень добрые. Они были направлены от сердца к сердцу. Наталья Марчук, Игорь Петров, информационное бюро программы «Седмица», Одесса. О боге и православии, о людях и их судьбах. В Севастопольской арт-галерее искусства и милосердия крымское издательство «Родное слово» представило читателям книги, раскрывающие тайны великого и могучего русского языка. Издательство «Родное слово» – это особый социальный проект, который появился по благословению Схиегумена Илья Оптинского. Десять лет назад Симферопольский магазин православной литературы перерос в небольшое собственное издательство. Совместно с Даниловым и Сретенским монастырями, а также другими российскими издательствами «Родное слово» выпустило более 70 книг. И этот список растет с каждым днем. С новинками познакомилась и Светлана Карташова. Все начиналось с симферопольского магазина, в котором крымчане могли купить книги московских издательств. Вот только купить могли не все. Дороговато. И решили книги переиздавать. Так в 2000 году возникло издательство «Родное слово». По благословению старца Илья возникло наше издательство. И наш директор Владимир Викторович Шпатаков, он успешный бизнесмен был в 2000-х годах. И его духовник порекомендовал ему заняться православной литературой, потому что ее не было просто не было. А люди нуждались в ней. Представьте, это разруха, это отчаяние какое-то. Люди находились в каких-то поисках. И он послушался своего духовника. За 10 лет более 70 книг увидели свой тираж в родном слове. Книги рассказывают о вере, о людях православия, их судьбах. Это и русская классика, и святоотеческая литература. Издаваемые на русском языке книги пользовались большим спросом по всей Украине. И благодаря интернет-магазину рассылались по ее городам. Издаваться сюда приезжали разные авторы, чтобы именно здесь у нас в Крыму издаваться, потому что родное слово выполнено тем требованием. Это и качество самого издания, и оформление его, ну и его цена. Как ни парадоксально, но цена оказалась всегда очень неприемлемой. На презентации 5 книг. Особая ценность – букварь Дмитрия и Елены Тихомировых, впервые изданный в 1872 году. Наши прадедушки и прабабушки постигали азы грамоты и азы веры, листая эти страницы. Если все буквы сложить в единое предложение, то получится фраза. Я познал буквы. Письмо – это достояние. Трудитесь усердно, земляне, как подобает разумным людям. Постигайте мироздание. Несите слово убежденно. Знание – дар Божий. Дерзайте, вникайте, чтобы сущего свет постичь. За свою жизнь букварь выдержал 160 изданий и вышел тиражом более 5 миллионов экземпляров. В родном слове переиздан с включением цветных иллюстраций. Если мы веками издаем одни и те же книги, и они всегда востребованы, значит они имеют ценность. Многие скажут, да что, может реалитет какой? Да не то. Это то, на чем воспитывались десятилетиями не одно поколение наших соотечественников. Издательство подарило экземпляры книг благочинию и централизованной библиотечной системе, имеющей более 40 филиалов по всему городу и сельской зоне. Нет, дай Бог, чтобы они истрепались, потому что книга новая, это новая. Ну, наверное, с особым трепетом берешь в руки книгу, которая побывала уже, ну, и каждая страничка висталась неоднократно. Это особо какое-то тепло несет. Книга сопровождает любого человека с момента рождения и до последнего нашего часа. Ребеночек рождается, мамочка ему читает сказочки, поет песни, читает книжки. Человек умирает, приходит священнослужитель и отпевает, открывает священное писание. И тоже книга сопровождает нас, так сказать, за тем мир иной. В планах издательства книга «Уроки по закону Божьему», святоотеческая литература. Готовится к выпуску книга о русском мате. У нас небольшой, но очень дружный и творческий коллектив, признается редактор. Каждая книга продумывается от обложки до последней точки. Наверное, вариантов 20 или 25 было. Да, наш дизайнер сходил с ума просто. Это всего он искал, он искал живопись, он искал там, по графике искал и все. Ну, а потом, ну не знаю, как-то осенило, я всего нарисла вот эту маленькую картинку. И как-то вот все срослось. Книга оживает, когда читатель берет ее в руки, листает страницы, размышляет. В мире электронных носителей информации есть одна проблема. От ключей электричества и доступа к базе данных нет. А книга и при свече дарит знания. Светлана Карташова, Дмитрий Карташов, информационное бюро программы «Седмица», Крым. Ученые из Богословского колледжа Акадии в Канаде обнаружили предположительно самые древние сохранившихся фрагментов Евангелия. Запись датируется первым веком от Рождества Христова. Отрывок из Евангелия от Марка был обнаружен на листе папируса, который был заключен в погребальную маску мумии. Напомню, что посмертные маски простых египтян изготавливали из папируса, используя также краску и клей. При этом часто брали исписанный папирус. Несколько лет назад ученые научились удалять из масок клей и читать сохранившиеся записи. Так были обнаружены записи философских греческих текстов, стихов Гомера, деловые документы и личные письма, датируемые первым-третьим веками. Датировку фрагмента из Евангелия сделали с помощью радиоуглеродного метода и анализа типов письма. Выход книги, в котором будут опубликованы расшифрованные папирусы, намечен на 2015 год. Выпуск продолжит обзор новостей православных сайтов. С него сознакомит Валерий Гриценко. Здравствуйте! В нашем сегодняшнем обзоре интервью со священниками и взгляд на сложные жизненные ситуации в мире. Епископ Лонгин. Сегодня нужно думать в первую очередь о тех невинных людях, которые страдают. В чем секреты доброты? Эксклюзивное интервью епископа Банчинского Лонгина, жара, архиерея, усыновившего более 400 детей, из которых почти половина детки-инвалиды, порталу «Православная жизнь» о доброте, любви и о том, почему страдают люди. Поджигатели храмов на Украине презирают собственный народ. В Киеве снова горел православный храм. Злоумышленники бросили 6 бутылок зажигательной смеси. Это уже второй случай поджога святынь за два дня. Глава синодального просветительского отдела Украинской православной церкви, протеерей Георгий Коваленко, обратился к тем, кто причастен к поджогам. Он заявил, что, поджигая храмы московского патриархата, они борются не с агрессией Москвы, а со своими согражданами. Читайте об этом на сайте «Православие в Украине». Священник может помогать военным только в деле спасения души. О прошлогодних событиях на Грушевского, нынешней ситуации на Востоке и роли священника на войне в интервью рассказал священнослужитель Украинской православной церкви иеромонах Милхиседек. Он один из трех священников-монахов, которые встали между Беркутом и баррикадами. Отец Милхиседек уверен, что церковь не может поддерживать военный конфликт априори. Церковь благословляет на мир. Текст интервью вы найдете на сайте «Униан Религия». Алгоритм преодоления страха перед чужой болью от священника, окормляющего деток с онкологией. Настоятель храма во имя святых Космы и Дамиана Римских, что при Национальном институте рака, священник Евгений Милешкин уверен, что норма для каждого христианина быть с теми, кому трудно. А тех, кто служит в хосписах, тяжело ли нарушить свой внутренний уют и погрузиться в чужую боль? Об этом на сайте православной молодежи Украины. Как церковным журналистам писать о войне? Главный редактор журнала «Фома» в Украине протодиакон Александр Карпенко рассказал в интервью о задачах церковных СМИ в условиях военного конфликта. По мнению отца Александра, православным СМИ негоже участвовать в информационных войнах, но стоит подчеркивать единство церкви. Публикацию разместил сайт журнала «Фома» в Украине. Искусство, как и все в жизни христианина, связано с литургией. Разговор о христианском искусстве невозможен без вовлечения в него не только художников, но и духовенства, и лепископатов. Должен ли епископ вмешиваться в вопросы благоукрашения храмов? Как научить прихожан видеть красоту иконы? Должен ли храм 21 века отражать дух времени? На эти вопросы отвечает епископ Абуховский Иона на сайте Содружества в поддержку современного христианского искусства «Артас». Куда подевались старцы? Существует ли сегодня старчество? Куда подевалась любовь? Отчего так мало в людях смирения? В чем преимущество старцев противовес культу молодости? На эти вопросы отвечает насельник Ионинского мужского монастыря архимандрит Игнатий Покулов. На сайте молодость неравнодушна. О новых публикациях мы расскажем в нашей программе ровно через неделю. Вы смотрите «Седмицу» и далее в нашем выпуске. Небо на земле – так называется семейная иконописная мастерская из Николаева. Работу этих мастеров можно увидеть в столичном центре украинской культуры и искусства. Мир не без добрых людей, о том, как помогают беженцам на Донбассе. Международная киноассамблея на Днепре в Днепропетровске проходит шестой кинофорум документалистов. В центре украинской культуры и искусства семейная иконописная мастерская с удивительным названием «Небо на земле» представила свои работы. Они неожиданны по форме, духовны по наполнению и выполнены в различных техниках. Это мозаика, горячий эмаль, расписанный мрамор и образцы настоящих фресок. На выставке под названием «Се творю все новое» побывали и наши корреспонденты. В иконописной мастерской «Небо на земле» полагают, что Новый год в жизни человека является своеобразной точкой отсчета. Уходит в небытие один период жизни и начинается другой, наполненный новыми ожиданиями. Это то время, когда открываются небеса. Мы все очень много просим у Бога, много за что благодарим. Символично, что семья иконописцев из Николаева предложила выставку «Се творю все новое». Это слова из Откровения Иоанна Богослова. Тут почти нет традиционной техники, яичная темпера. На этой выставке абсолютно новые работы. Основная их часть выполнена в технике горячей эмали. Это очень кропотливая работа, трудоемкая. Это наш первый опыт. И профессиональные эмальеры, которые работают уже десятилетиями, говорят, что они не влияют на конечный результат и сами не знают, каким он будет. Рождество на эмали с Вифлеемской звездой и Марией с младенцем вышло просто космическим, говорят художники. В нем и чудо святой ночи, и непредсказуемость техники. А жемчужины экспозиции николаевские мастера считают тайную вечерю, работу, объединившую в себе глубокое содержание сюжета, осмысленное многими поколениями христиан, и непривычные для их иконописи материалы – горячий эмаль и цветной металл. Для Сергея Павелко, руководителя иконописной мастерской, это одна из любимейших техник, говорит его жена. Он выжигает в таких рукавицах, а ожоги были, пол горел в мастерской. Огнем и металлом небо на земле живописало и таинство Евхаристии. Когда таинство Евхаристии происходит, то причащаются не только определенные люди, а весь мир. И родилась такая икона, где весь мир, все планеты и звезды, и мы – частицы этого мира. Мы все становимся одним единым организмом, и все освящены этой бескровной жертвой. Среди наработок мастерской есть им монументальные техники, фрески и мозаики. Они не терпят ни одного исправления. Здесь рука не должна промахнуться. Смальта и бетон, и святой Николай на мраморе. Это такой модерн, такие уникальные работы. И есть посетители, которые знают предыдущие наши работы, они говорят, я ожидал тут увидеть то, что уже видел. А эти работы еще лучше. Это просто здорово. С полсотни работ, посвященных Новому году и объединенных названием «Все творю все новое». Мастера объясняют, неспокойный 2014-й принес много печали и оставил глубокие раны. Каждый из нас нуждается в исцелении. А исцелить – это значит собрать воедино человека, семью, народ. Иконописная мастерская «Небо на земле» предлагает терапию верой, красотой и любовью. Мир не без добрых людей – это истина, проверенная годами. Жители Донбасса, оказавшись в сложной ситуации из-за разгоревшегося военного конфликта, лучше кого бы то ни было знают об этом. Люди не утрачивают способность приходить на помощь в трудную минуту. К счастью, тех, кто готов оказать поддержку, немало. И они не афишируют свои добрые поступки, считая их вполне обычными. О многодетной семье, попавшей в беду, далее в нашем сюжете. Семья Ольги Магазинова из Горловки о человеческой доброте знает не понаслышке. Летом 2014-го из-за боевых действий Ольга шестью детьми вынуждена была выехать из родного города. Из-за войны надо было спасать малышей, семью, детей. Потому что под выстрелами, под этими самыми, под снарядами находиться, бегать по бомбоубежищам с детьми – это было невыносимо. Передо мной взорвались в небе два беспилотника. Я так испугался. Я сразу к маме побежал и говорю, мам, пойдем домой. Утром приехала машина МЧС, мы поехали на автовокзал, нас посадили на автобус. Так матери шестью детьми пришлось ехать в неизвестность, лишь бы остаться в живых. Трудности добавляло то, что в Горловке остался муж Ольги – Сергей. Спустя время семья чудом воссоединилась. Я от Горловки до Дзержинска шел пешком. С Дзержинска меня уже жена забрала на машине со знакомым. Я прошел все блокпосты. И было, конечно, интересно. И мордой в асфальт меня ложили. И обыскивали меня, именно плотно обыскивали. Ну, мало ли, шпион там какой-то, я не знаю, что они там думали себе. Но меня спасло, честно, меня спасло, что у меня просто в рюкзаке были шесть детских карточек. Все их карточки были у меня. Я просто забрал из поликлиники. Меня вот это, наверное, и спасло. Так бы я, наверное, и не прошел блокпосты. В чужом городе с шестью детьми им пришлось начать жизнь с чистого листа. И все, что было у них в этой новой жизни, это пара сумок с летними вещами. И даже не сразу удалось привыкнуть к мирной жизни. Война навсегда оставила след в сердцах этих людей. Это нервные срывы. Это испух постоянно. Вот у нас Данил три годика. Он у нас, получается, когда возле него беспилотника взорвали, ну, это он сейчас начал разговаривать, он не разговаривал. Сейчас он, да, вот сейчас он успокоился, он ходит в садик, он общается со своими сверстниками. Люди откликнулись на беду многодетной семьи. Помощь оказывали и продолжают оказывать неравнодушные люди. Каждый из них, кто чем мог, старался поддержать магазиновых. Договорится, каждый всего понемножку, так вот помогли. Детей оформили в детский сад. Плату за пребывание в саду взяла на себя община храма святых равноапостольных Константина и Елены. Посильную помощь оказывали и прихожане храма, и руководство предприятия. Мы помогли им углем, мы помогли им мебелью, мы помогли им постельными принадлежностями. Мы помогли им бытовыми всеми принадлежностями, также продовольственными товарами. В общем-то, работники все откликнулись. Огромная помощь поступала из общеобразовательной школы номер 12. Учителя, ученики и их родители старались обеспечить семью самым необходимым. Мы считаем, что это очень важно протянуть руку помощи в такое время. То есть на месте этой семьи мог оказаться каждый и любой. И наш классный руководитель, наша семья в этом абсолютно нас поддерживает. Дебят постарше устроили в школу. Благотворительный фонд «Надежда» помог со школьными принадлежностями. Сегодня у этой семьи еще масса проблем. И все же благодаря неравнодушным людям они верят в лучшее. То, что в будущем найдется работа и будет достаток и благополучие. Я мечтаю, чтобы было мирное небо над головой и родной земли под ногами. И стану я, если вырасту, пожарником буду людей спасать. В эти дни в Днепропетровске проходит Международная киноассамблея на Днепре. Кинофорум проводится Центром православной культуры Лествица по благословению митрополита Днепропетровского и Павлоградского Иринея. Уже шестой год киноассамблея собирает режиссеров-документалистов и ценителей документального кино из разных стран для знакомства с лучшими новинками украинского и зарубежного кинематографа, обмена опытом, творческих встреч и общения со зрителями. Главная цель форума – популяризация документального киноискусства и создание благоприятных условий для развития современного документального кино в Украине. В работе киноассамблеи принимают участие известные режиссеры-документалисты из Украины, России и Белоруссии. Фильмом «Открытие» стала картина Александра Лукьяненко и Александра Рыкоеда «Стена» производства телеканала «Интер-Украина». Фильм «Закрытие» «Обитель Сергия» на последнем рубеже и режиссер Владимир Шуванников. О том, как прошел кинофорум, мы подробно расскажем в следующем выпуске. Это было последнее сообщение сегодняшнего выпуска. Смотрите хорошие и полезные фильмы. И до встречи ровно через неделю. До свидания.